Телекомпания Веневисьон Наталья Стрэнгнерд, Каролина Лопес, Яхайра Орта и Адольфо Кубас в фильме «Милый враг». В фильме снимались Умберто Буанакора, Розита Васкес, Иоланда Мендес и другие. По роману Кристины Овен и Истрелии Кастельяно. Главный продюсер Сандра Биобо. Режиссер Рафаэль Бонис Да, Мария Лаура, я согласен. Мы поедем в Италию, там не сделают операцию по пересадке роговицы. И потом останемся там. И, видимо, навсегда. Я скажу об этом Клауде. Не представляешь, как ты меня обрадовала. Тересита? Тересита? Слушай, сеньора. Пожалуйста, проводи сеньора в комнату Клаудии. Конечно. Сюда, сеньор. Спасибо. Поездка в Италию – великолепная идея. Ну, мне кажется, Хулио, тебе придется забыть об операции. Потому что я ни в коем случае не допущу, чтобы ты снова стал зрячим. Нет, сеньор? Это моя единственная гарантия, что ты навсегда останешься со мной. Так что, очень сожалею, но тебе придется остаться слепым на всю жизнь. Да, Улисс, я не собираюсь с тобой разводиться и навсегда останусь твоей женой. Навсегда. Клянусь, ты об этом не пожалеешь. Привет. Всем привет. Привет. Черт возьми, ты выглядишь очень счастливой. У меня сюрприз для всей нашей семьи. Неужели ты хочешь сказать? Я скажу или ты скажешь? Дорогая, скажи лучше ты, хотя мне кажется, все уже догадались. Рассказывайте, что случилось. Мы с Манула помирились. Прекрасно. И больше никогда не расстанемся. Вы сделали меня самой счастливой матерью. Я почти забыла о тебе. Я давно тебя не видела. Ты меня не пригласишь пойти? Да, конечно. Входи. Давно тебя не было в баре Мартино. Я слышал, ты уезжала в Италию. Да. А как ты узнал, что я была в Италии? Об этом знали только наши близкие и знакомые. Самые близкие. Кто ты такой? Мне надоели твои тайны. Минерва. Я всегда тебя любил. Ты потрясающая женщина. Ты сводишь меня с ума. Ну, все, перестань. Довольно. Больше ни одного поцелуя. Пока я не узнаю, кто ты на самом деле. Хорошо. Я тоже думаю, пора открыть правду. Самуэль. Ты человек в маске? Муж Луизиты Монтеверде? Нет, папа, я против. Почему ты решил не возвращаться из Италии? Клауди, ради Бога. Пойми, я должен, я обязан сделать эту операцию. Мне тоже очень хочется, чтобы к тебе вернулось зрение. Но я не согласна с тем, что ты уезжаешь вместе с Марией Лаурой. Она постоянно тебя обманывала. Или ты забыл, как она притворялась парализованной? Клаудия, я... Я ее простил. Она сделала это не из дурных побуждений, а от отчаяния и от любви, которую испытывала ко мне. Папа, ради всего святого, не верь Марии Лауре. Эта женщина сделает тебя несчастным до конца твоих дней. Папа, пойди к Виктории. Бори за нее. Ведь она по-настоящему тебя любит. Нет, дорогая. Виктория для меня потеряна. Она по-прежнему жена Улисеса. Он жив. И она принадлежит ему. Я самая счастливая мать на свете. Как приятно видеть вас вдвоем. Так будет всегда. К тому же мы с Мановой решили венчаться в церкви. Я думаю, дядя Панчи нам поможет. Считайте, что договорились. Господь Всемогущий будет рад благословить ваш брак. Пусть так и будет. Ты человек в маске? Самуэль? Муж Луизиты Монтеверде? Да. Это я. Но почему? Почему ты скрывался под маской? Мне было стыдно, Минерва. Я был беден и зарабатывал на жизнь, танцую и развлекая женщин. Потом я женился на Луизите, но не стал расставаться с маской, чтобы по-прежнему развлекать женщин и брать с них деньги. Но все изменилось, Минерва. Изменилось, когда я встретил тебя. Я влюбился. Влюбился по-настоящему. Не говори глупостей. Будет лучше, если ты немедленно оставишь мой дом. Ты привык быть на содержании у женщин. А я не из тех, кому нравится покупать любовь таких типов, как ты. Уходи. Сейчас же уходи из моего дома. Минерва, я свободен. Луизита проведет остаток дней в сумасшедшем доме. А мы с тобой могли бы быть счастливы. Нет. Я никогда не смогу быть счастливой с человеком, продающим свое тело за деньги. Уходи. Сейчас же уходи из этого дома. Уходи. Убирайся. Хорошо, Минерва. Раз ты настаиваешь, я уйду. Но, если тебе когда-нибудь станет грустно, если тебе будет одиноко, позови меня. Уходи. Но мне уже одиноко. Я чувствую себя брошенной. Я страшно одинока. Продолжение следует. Пациент. Доброе утро, сеньорита. Я принесла вам завтрак. Спасибо. Что с вами? Почему вы такая грустная? Понимаешь, мой отец собирается ехать в Италию с Марией Лаурой. Я против, мне ужасно не хочется. Я не хочу, чтобы отец оставался с этой ужасной женщиной. Я понимаю вас, сеньорита Клаудия, но это может решить только ваш отец. Так что не грустите, улыбнитесь. Лучше поглядите, какую красивую розу вам подарили. Она и правда красивая. А кто ее подарил? А ты как думаешь? Ты не представляешь, как я рад, что ты со мной, мама. Тони, ты попросил меня пойти с ним, и я согласилась. Он хочет проститься с Клаудией перед тем, как уйти в море на несколько месяцев. Он не хотел уезжать, не повидав ее. Мы тоже скоро уедем. Что? Как же так? Да, да. Я уезжаю в Италию. И Клауди с Марией Лаурой поедут со мной. Знаешь, я хочу сделать там операцию. Надеюсь, после этого я снова смогу видеть. Сынок, сынок, это хорошо, что ты уезжаешь с надеждой на лучшее и с верой в успех. Только жаль, что я не смогу быть с тобой в такой момент. Кроме того, у меня не будет возможности вновь завоевать любовь к Клауде, моей внучке. Не переживай. Все будет хорошо. Как не переживай, если вы уедете в Италию? Да. Но ты, мама, поедешь с нами. Я хочу, чтобы ты была с нами. Что? Не может быть, сынок. Да? Да. Да, мама. Ты поедешь с нами. Спасибо, сынок. Спасибо. Спасибо. И не надо меня благодарить. Ты моя мама. Мама, которой мне так не хватало все эти годы. Дорогая. Когда в школе начнутся каникулы, мы поедем в Диснейленд. Ты познакомишься с Дональдом, Микки, с Плута. Здорово, мама. Правда? Да. Но помни, ты должна постараться выучить все, чем у тебя учат учителя. Да, мама. Я тебе обещаю. Но я хочу, чтобы с нами поехал мой папа. Улиссас. Нет, любовь моя, это невозможно. В этот раз мы поедем вместе с Улиссасом. Извините, сеньора Вики, машина готова. Спасибо, сынок. Как только скажете, отвезу девочку в школу. До встречи, любовь моя. Поцелуй маму и хорошо веди себя в школе. Виктория, ты опять расстроена. Мне так плохо, Ампаро. Мы снова разлучены с Улиссасаром. Я потеряла его и на этот раз. Окончательно. Судьба слишком несправедлива к тебе. Так же, как несправедливая и к Марии Лауре. Она не виновата, что тоже полюбила Улиссасара. Это действительно большое несчастье, Ампаро. Одно меня радует, что в нашей семье есть счастливчики. Слава Богу. Луси и Мановы помирились. Они поженятся. Дай Бог, Тонито тоже влюбится и будет счастлив. Значит, тебя не будет несколько месяцев? Да. Я уезжаю, Клауди. Но почему? Пойми, мне больше нечего здесь делать. Клауди, я рад, что спас тебе жизнь. Рад, что ты в безопасности. но я не могу оставаться в Венесуэле, зная, что ты любишь другого. Я понял, что ты всегда будешь любить учитель Рикардо. Ладно, желаю тебе большой удачи, Клауди, и огромного счастья. Пока. Постой, Тонито. Мне нужно кое-что тебе сказать. Я поняла это совсем недавно. О чем ты говоришь, Клауди? Тонито, я люблю тебя. Правда. Я поняла это неожиданно. Ты рисковал жизнью, спасая меня. Тебе было наплевать на Попита, на то, что он мог убить тебя. Ты подвергал свою жизнь опасности, спасая меня. Клауди, я... Я люблю тебя, Тонито. Я все поняла. Мои чувства к Рикардо были всего лишь капризом подростка. Я использовала тебя, чтобы вызвать ревность Рикардо. Но, в конце концов, поняла, как дорог мне ты. я люблю тебя, Тонито. Я люблю тебя всем сердцем. Я тоже тебя люблю. Я тоже люблю тебя, Кланадия, дорогая, любовь моя. Холио-Сасар, я рада, что смогу поехать с тобой и с Клаудией. И все-таки мне грустно расставаться с Вики, с Мориви, моей любимой внученькой. Мне тоже тяжело расставаться с малышкой Мориви. А разве с Вики тебе не тяжело расставаться? Конечно, мама, ужасно тяжело. Это страшная боль. Ведь я теряю дорогого мне человека. что тут поделаешь? Виктория принадлежит Улиссе Сураману, а с этим невозможно бороться. Любовь моя, не отступай. Борис за Вики. И хотя ей приходится быть со своим мужем, но она его не любит. Она любит тебя, тебя одного. И ты должен сделать все, чтобы защитить эту любовь. Борис, ты обретешь его вновь? Надо даже учительница Наталья. Какой сюрприз видеть вас здесь? Мария Лаура. Мария Лаура, моя мама поедет с нами в Италию. Как хорошо. Я так рада, дорогой. Учительница Наталья. Клаудия. Клаудия. Бабушка. Бабушка, прости меня. Прости. Ради Бога, прости. Клаудия, внученька, не надо, не плачь. Не плачь, дорогая. Виктория. Дальше. 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 Магазина, в которой ты купила, идет полным ходом, Виктория. Я очень рада. Но у тебя грустные глаза. Они полны слез. Я бы не хотела об этом говорить. Виктория, ты имеешь право быть счастливой. Борись за любовь Хулио СССР. Борись. Не сдавайся. Значит, Мария Лаура собирается ехать в Италию со слепеньким Геррером. Да, и, похоже, Мария Лаура собирается остаться там навсегда. Так сказала Алма. Значит, навсегда. Да, кажется, Хулио СССР собирается сделать там операцию по пересадке роговицы. Я хочу попросить тебя об одном одолжении. О каком? Узнай, какого числа собираются уезжать супруги Герреру. Что ты задумала, Лола? Перестань задавать глупые вопросы, словно ты полицейский. Узнай мне точную дату отъезда Марии Лауры из Венесуэлы. Вот и все. Любовь моя, я должна позвонить в несколько мест, чтобы подготовить наш отъезд. Конечно. Иди. Прости меня, бабушка. Прости, что я так тебя обидела. Прости меня, пожалуйста. Ну, что ты, дорогая, я на тебя не в обиде. Ты так неожиданно узнала правду, что совершенно естественно вообразила самое худшее. Я думала, что ты убийца моего дедушки. Но папа рассказал мне всю правду. Убийцей оказалось тетя Розаура. Хватит, Клаудия. Давай не вспоминать о том, что причиняет всем нам боль. Убийство моего отца должно остаться в прошлом. твой папа прав. У меня есть хорошая новость. Учительница Наталья, моя мама поедет с нами в Италию. Я очень рада. Но у меня тоже есть для тебя новость, папа. Хорошо, я слушаю. Я не поеду с вами. почему? Я останусь в Венесуэле. Я выхожу замуж за Тонито. Я сообщу тебе точную дату открытия магазинов. Буду ждать Федерико. И не забывай о моем совете. Борись за любовь Хулиус и Сара Герреру. Хорошо? Не надо расстраиваться. Всего хорошего. Я слышала, что посоветовал тебе сеньор Эскаланто. Ты его послушаешь? Ты будешь бороться за любовь Хулиуса Сара. Я потеряла Хулиуса Сара Ампару. И мне придется с этим смириться. Что значит ты останешься в Венесуэле и выйдешь замуж за Тонитто? Объясни, Клаудия. Я так решила, папа. Тонитто спас мне жизнь. Я поняла, что люблю его. Я люблю его всей душой. А как же твоя большая любовь к учителю Рикарду? Скорее всего, это была не любовь, а мечта, даже каприз. но все прошло. Моя настоящая любовь Тонитто. Поэтому я не поеду в Италию. Ну, дочка, мне бы хотелось, чтобы ты была рядом. Рядом со мной во время операции. Папа, с тобой же будет бабушка. А я могу приехать к вам позже. Но, Клаудия, дорогая. Не надо, сынок. Клаудия уже не девочка. Она взрослая и может принимать собственные решения. Хорошо. Хорошо, мама. Хорошо. Раз она решила выйти замуж за Тониту, мы больше не будем это обсуждать. Правда? Сеньор Хулио Сесар, вы не будете возражать, если я женюсь на вашей дочери. А почему я должен быть против Тониту? Ты отличный парень. Я всегда это говорил. У тебя впереди большое будущее. Я обязательно съезжу калмы, и мы назначим день свадьбы. Но при условии, что вы поженитесь до моего отъезда. Так и будет, папа. Я вам обещаю, сеньор Хулио Сесар. Да. Обещаю сделать вашу дочь самой счастливой на свете. Обещаю. жизнь и н слав сеньор на м н и сеньор Привет. Как дела, сынок? В чем дело? Что с тобой? Почему ты такой грустный? Мне очень одиноко, папа. Мне очень одиноко. А почему бы тебе не навестить Вики? Я знаю, после встреч с ней тебе бывает лучше. Нет, папа. Мне трудно встречаться с Вики. Но, если разобраться, сейчас я думаю не о Вике. Я переживаю. Переживаю и самогали. Да. Мне больно сознавать, что ее нет. Что она уехала в деревню и больше никогда не вернется. Мы столько лет прожили рядом в этом пансионе. Я столько раз слышал, как она называла меня учитель. Честное слово, папа, меня огорчил ее отъезд. Знаешь, что я скажу? А вдруг... Вдруг ты влюбился в Магали. Ты влюбился и сам того не заметил. Папа, я... Романдо, у меня к тебе просьба. Да, слушаю, Тариби. Ты не мог бы сходить со мной в полицию. Я отнесу Мончи немного еды. У меня сердце разрывается, когда я вижу ее в камере. Все, что прикажете, Тариби. Ваши слова для меня закон. Конечно, я схожу с вами. Пошли. Когда мы пойдем в кино, я хочу, чтобы ты купил 28 килограммов груш. Мы ими будем кормить обезьян, которых показывают в фильмах. Только сам их не ешь. Я тебя знаю, Алехандро. Я тебя хорошо знаю. Я тебя знаю, Алехандро. Ты узнаешь меня? Конечно, ты моя сестра Наталья. Ну, что? Как ты себя чувствуешь? Мне очень хорошо. Я очень довольна, потому что Алехандро здесь, со мной. Мы все время вместе. Он не хочет со мной расставаться. И мы с ним собираемся пожениться. Пожениться. Да. Я рада. Открыть тебе одну тайну. Только я не хочу, чтобы ты о ней рассказывала. Наталья пыталась украсть у меня его любовь. Но у нее ничего не вышло, потому что он любит меня, а не ее. Да, да. Я понимаю, понимаю. Я выйду замуж за Алехандро и стану самой счастливой женщиной на свете. Самой счастливой. Счастливой. Я хочу, чтобы ты знала, я не держу на тебя зла. Несмотря на то, что ты сломала мне жизнь, я никогда не буду тебя ненавидеть. Я простила тебя. Ла-ла-ли-ла-ла-ла-ли-ли-ли-да. Значит, вы решили пожениться. Да, мама. Я давно люблю Клаудию. И всегда буду ее любить. Я тоже поняла, что Тонито – это любовь в моей жизни. Честно говоря, я очень рад, что Клаудия выходит замуж за такого серьезного и порядочного парня, как Тонито. И буду счастлив, если они поженятся. Честно говоря, я все еще не могу прийти в себя от удивления. Но я тоже согласна. Послушайте, а почему бы вам не пожениться в тот же день, на который назначено венчание Луси и Ману? Конечно, это было бы здорово. По-моему, хорошая мысль. Отпраздновать сразу две свадьбы – это замечательно. Так и поступим. Две свадьбы в один день? Значит, синьора Мария Лаура уезжает от нас в Италию? Да, это так. И мы останемся там надолго. Поэтому я бы хотела, чтобы за это время вы выполнили заказанную мной работу. Синьора Мария Лаура, у меня к вам большая просьба. Давайте говорить на чистоту. Скажите, что именно вы от нас хотите? Все очень просто. И все-таки, чего именно? Я хочу, чтобы моя сестра Виктория умерла. Умерла. Повторите. Я хочу, чтобы Виктория Андруэса умерла. Я действительно очень рада, что Танита женится на Клаудии. Не могу поверить. Они такая красивая пара. Скажи мне, а когда свадьба? Ладно, только не забудьте сообщить мне число. Пока. Большое спасибо. Как дела? Прекрасно. Прекрасная улыбка. Я только что узнала, что Танита женится на Клаудии, на дочке Хулиоса Сара. В чем ты делаешь? Почему ты перестала улыбаться? Потому что эта свадьба еще больше сблизит тебя с Хулиоса Саром. Улисс, я ждала тебе слова быть твоей женой. Звучит музыка. Улисс, я ждала тебе слова быть твоей женой. Для тебя есть твоя женой. Девушки отдыхают... Я выхожу замуж за Таниту. Да здравствуй, жениха-невеста! Поздравляю и желаю счастья. Не думал, что ты станешь меня поздравлять. Ведь ты влюблен в Клауди. Это было давно. Теперь у меня есть Те-Те, и кто знает, может, мы с ней когда-нибудь поженимся. Я познакомлю тебя с одним интересным человеком. Я специалист по устройству церемоний. И я могу устроить вам такую свадьбу, какой еще никогда не было. Все должно отлично устроиться. Эдгар отправит на тот свет мою замечательную сестренку Вики. А я пока развлекусь в Италии. Ай, какая же она дура. Так и не сумела отнять у меня Холио. За это надо выпить. Бедняжка. Бесславная исчезница этой земли. Осторожно. Мы в Холио, ты сэ. Любовь моя, дорогой. Садись. Извините. Как все прошло в доме у Алмы? Мне не нравится, что ты называешь ее Алма. Она твоя мама. Почему? Она мне не мать. И давай не будем из-за этого ссориться. Расскажи, как все прошло. Прекрасно. Скоро начнется подготовка к свадьбе Таниту и Клауди. А когда мы с тобой поедем в Италию? Как только поженится моя дочь и твой брат. Господи, мой мальчик, я не сумела тебя уберечь. Не сумела защитить от этой беды. Сыночек. Любимый мой, сынок, я больше никогда тебя не увижу. Никогда. Попиту. Я потеряла своего сына. Свидание только пять минут. Мама, мама, дочка, не надо. Мама. Никто не знает, какую боль я испытываю от утрат и Попиту. Мое заключение в тюрьме ничто по сравнению с потерей сына. Что же случилось? Я не сумела его воспитать, не сумела его направить, посоветовать ему. Мама, что же случилось? Что? Мама. Я не смогла ему ничем помочь. Мама. Он был моим единственным сыном. Больше у меня никого не осталось. Дочка. Не мучай себя так. Попита всегда был не в ладах с законом. Он ни с кем не считался, никого не уважал. Но он погиб. Мой мальчик погиб. Мама. Он умер. Мой мальчик. Мой мальчик. Мой мальчик. Вы должны быть сильны. Я постараюсь найти хорошего адвоката, чтобы вам дали минимальный срок. Нет, учитель. Я очень вам благодарна. Но зачем? Теперь, когда мой сын погиб, у меня нет никакого желания жить. Никакого. Дочка, дочка. Мама. Проходи. Ты мне приедешь? Конечно, конечно. Проходи. Садись, пожалуйста. Спасибо. Что с тобой случилось, Сабина? Попита убили. Все-таки есть справедливость. Ведь он был мошенником, убийцей. Ты же знаешь. Да, я знаю, это так. Но я любила его. Донни Мончик в тюрьме. И я осталась совсем одна. Поэтому и решила, что будет лучше вернуться в Маракаево. В дом Майты. Я пришла попрощаться с тобой. Знаешь, Сабина, мне тоже очень одиноко. Если хочешь, я могу поехать с тобой. А Мария и Лаура? Твоя дочь? Моя дочь Мария и Лаура никогда не полюбят меня. Она меня ненавидит. Вот видишь, как же нам не везет, сестренка. Мы обе неудачницы. Обними меня, сестренка. Мне так нужно, чтобы ты меня обняла. Люби меня хотя бы немножечко, сестра. Поторопитесь, иначе мы приедем, когда молодые отправятся в свадебное путешествие. Да, да, сейчас. Вики, едем. А Лусия? Она готова. Любовь моя, поторопись. Скорей. А что у тебя в сумочке? Это пока что сюрприз. Потому что моя свадьба будет очень оригинальной. Господи, что же это за сюрприз? Ладно, идем, иначе мы действительно опоздаем. Я только возьму ребенка. Идите. Идите. Вики здесь? Да, но не спрашивай, а то Мария и Лаура будут нервничать. Завтра в Европу отправится известный предприниматель Хулиоса Сар-Герреру. Он собирается сделать в Италии операцию по пересадке роговицы. Черт возьми. Жаль портить такое путешествие. Потому что Хулиоса Сара так уже достаточно настрадался. Но Мария и Лаура должна заплатить за смерть моего Родриго. И она заплатит за это. Вот что тебя ждет, Мария и Лаура. Вот что. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok